Дэниел Джейкобс убежден, что ему по силам победить Геннадия Головкина. И не скрывает, что Головкин один из сильных боксеров мира. Джермал Чарло победил российского боксера Матвея Коробова единогласным решением судей. Делиан Уайт нокаутировал своего соотечественника Дерека Чесору в одиннадцатом раунде. Джермал Чарло потерял титул по версии WBC, уступив Харрисону. Всем привет, вы на канале Фудбокс, самые актуальные новости бокса, ММИ и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Дэниел Джейкобс убежден, что ему по силам победить Геннадия Головкина. Главный вопрос в том, как сейчас выглядит Головкин с тех пор, как он тогда подрался со мной, я чувствую, что я по-прежнему на пике формы. В расцвете сил очевидно, что, когда ты выходишь на ринг против парней калибра мирового уровня, возникает определенный износ, не буду скрывать, что Головкин один из сильных боксеров в мире, и у него хороший джеб, и сильный правый хул. Но он уже медленный, как говорится, возраст берет свое. А у меня же впереди есть еще пара отличных лет, я не планирую драться до конца жизни. Но в течение этих лет я хочу выложиться по максимуму, сказал Джейкобс. Обладатель временного титула WBC в среднем весе Джермал Чарло 22 декабря в Бруклине победил российского боксера Матвея Коробова единогласным решением судей со счетом 119-108 и 116-112 дважды Коробов лишь за несколько дней до боя заменил соперника чемпиона Вилли Монро младшего, отстраненного WBC от боя за титул, из-за положительной допинг-пробы, и сумел дать достойный и достаточно конкурентный бой Чарло. Таким образом Джермал Чарло защитил свой временный титул WBC в среднем весе. В матче реванша 22 декабря в Лондоне британский супертяжеловец Диллиан Уайт нокаутировал своего соотечественника Дерека Чесору в 11 раунде и защитил принадлежащие ему титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе. Поединок проходил в достаточно равной борьбе, и оба боксера демонстрировали большое желание нанести ущерб сопернику и нарушали правила. В 8 и 11 раунде с Чесору были сняты очки за нарушение правил, и в 11 раунде в одном из разменов Уайт нанес точный одиночный левый боковой, отправший Чесору в глубокий нокаут. Таким образом Диллиан Уайт защитил титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе. В ночь с 22 на 23 декабря МСК в Нью-Йорке прошел вечер профессионального бокса, со главным событием которого стал поединок в первом среднем весе. В нем встретились чемпион мира по версии WBC Джермил Чарло и Тони Харрисон. Харрисон с первых раундов отдал инициативу чемпиону, и только после первой-третьей боя включился в работу. Чарло же пытался прессинговать и забирать раунды за счет более активной работы. В целом Джермил выглядел более предпочтительно. Судейский вердикт по итогам 12 раундов был встречен неоднозначно 116-112 и дважды 115-113 в пользу Харрисона. Таким образом Джермил Чарло потерпел первое поражение в карьере на профессиональном ринге и потерял титул чемпиона мира.